I have a way of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки. Продолжаем наше выживание. Загрузочка. Там какой день у нас-то был? Хоть я уже забыл. Шестой вроде как, седьмой. Сейчас посмотрим. Седьмой, да. Ну, посмотрим заодно. Я очень надеюсь, что сегодня придет торговец. Сегодня встал с постели. Он очень хочет помочь. Да-да-да-да-да. Это мы все знаем. Голодна слегка. А, она теперь слегка больна. Ну, офигенно. А лекарства у меня не осталось. О, торговец. Минуточку. А почему торговец приходит прямо с утра? Он же раньше вроде как к десяти часам приходил. Это в принципе пофиксили или пофиксили только... Ну, сделали только здесь такое. Да, поговорить. Как дела в городе? Ну, кажется, хуже, чем когда-либо раньше. Что случилось-то? Блин, а я же... Я драгоценности принес? Не принес? Я не помню. Ладно. Суровая зима испытывает людей на прочность. Да, есть такое. Армия атакует все чаще и безжалостней с каждым днем. Ты про бомбежки? Не только. Солдаты начали заходить в город. Они устраивали зачистки в церквях и других важных местах. Прошлой ночью рухнула мэрия. От нее остались только пепелищи. Это ужасно. Как нам выстоять? Честно? Не знаю. Дела плохие. Люди мерзнут и голодают. Скоро у меня не останется товара. Да и торговать будет не с кем. Так. Да-да-да-да-да. У меня есть. Да, у меня есть ценности. Ну, давайте смотреть. Дерево, естественно, у него не дождусь. Давайте хотя бы растопочку у него возьмем. Очень щедро с моей стороны. Отлично. Значит, я бы взял лекарств. Так, не пойдет. Давай больше. Ну, на тебе еще одну драгоценность. В смысле? Лекарство такая ценность? Да даже не знаю, дружище. Может, морковку тебе одну? Да, хорошо. За морковку я могу получить... Ой, я могу, кстати, получить вот... Наверное, шутите. Покажите мне еще что-нибудь. Сахара у меня нету. Сахар весь ему продал, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, даже не меняется. О, что мы можем еще ему предложить из того, что... Может, еще одну морковку? Нет, давайте одну консерву можем... Так, не пойдет? Давай больше. Хорошо. Значит, мы уже близки. Может быть, все-таки водичкой добьем? Просто воду мы можем... Отлично, мы договорились. Отдай лишнее. Семь воды. Я получу деталь, которая мне нужна. Я получу таблетки, я получу это... Мне, в принципе... У него больше ничего не надо. Гурильщиков у меня нету. Я бы дерево взял бы. Ну ладно, растопка мне тоже подойдет. Детальки было бы неплохо, но я не знаю, на что их выменять. Мне их восемь, мне бы их побольше, на самом деле. Получается, кто-то сегодня ночью пойдет лутаться. Это вот ты будешь, дружище. А девочку мы, наверное, будем лечить и отсыпать дома. Ну, посмотрим. Да, договорились. Свободен, спасибо. Жалко, я надеялся, ты мне дерево принесешь, но... Ладно. Пойдем. Значит, погоди. Ты сильно устала. Быстро спать, фиг ли? А что ты там лежишь просто? А, ладно. Что нам нужно для грейда? Погоди, для грейда тут ничего не... А для чего мне нужно было? Центрифуга. Ну, вот это фигня, то, что я у него купил деталь. Она была для... Вот, сюда она нужна была. Мне не хватает две детали. Мне не хватает до черта дерева, до черта материалов. Ну, куда я могу... Давайте, в самом деле, я говорил, что я сделаю нож. Давайте я сделаю нож. И попробую сходить в опасность. Ну, потому что, ну, на топор мне не хватает три дерева, и откуда взять эти три дерева, я, честно говоря, без понятия. Поэтому, видимо, будем делать вот так вот. А, я в этом пожалею. Ладно, давай. Просто ножом более-менее у нас есть проверенный способ отжимать всякое... Ну, это опасно, это чертовски опасно. У меня есть... А, я бинты продал, да? Ну, я молодец, да, точно. А я мог бы, например, даже если получу ранение... Слегка болен. То, что слегка болен, мне как-то... Мне оно как-то не очень интересно. Так, мы можем сделать себе супчик. Давайте сделаем на следующий день. Он будет стоять, вроде как он не портится, если я правильно помню. К тому же плюс два, какой портится. Мы можем... Нам бы ловушки на крыс поставить, чтобы мясо было. У нас мяса пока что нет. Но если еще, у нас есть две экстренные порции консервов, которые никто из персонажей не любит. Они говорят, что не очень вкусно, но в принципе... Знаете, и не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Мы можем в следующую ночь, если я правильно помню... Нет, не сюда, 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 сюда. Завершаем день. Плюс пять, они будут болеть, потому что надо хотя бы плюс десять. Ты будешь спать в кровати, ты будешь... А ты добывать не можешь до сих пор? А почему? Голоден, слегка болен... Ай, ладно, спи, чтоб тебя... Почему я не могу отправить этого чувака добывать? Ну что за фигня? Так, заброшенный дом, опасность. Немного еды, немного материалов, много запчастей. Много запчастей, много оружия, немного материалов. Это вон с теми бомжами там, что ли? Музей. Сменить убежище. Пожалуй, у Рубина хватит сил на путь до музея. Черт. Сходить, не сходить. Там есть супермаркет. В Самуила мы 75%, но там больше ничего. Что там еще могло быть? Немного инструментов, много оружия. Соседский дом. Давайте я в заброшенный дом схожу. Возьму с собой нож. Мне бы, наверное, отмычку бы, чтобы там тихо пройти как-нибудь по-нормальному, да? Давайте я в ломик с собой возьму. Это ошибка, конечно. Ладно, поехали. В крайнем случае... Даже не знаю, что в крайнем случае. О, это вот это место. Это я помню. Это было у нас в обычной игре. Но если я правильно помню, тут вроде как будет мужик, который... Я слегка больной, голодной. Ну, это такой... Мужик, который то ли родителей охраняет... Я не помню, тут есть два сценария с этим домом. Есть мужик, который охраняет родителей, а есть то ли два солдата, то ли что-то такое. Там можно залезть наверх, но вот тут наверху будет опасно. Можно расчистить вот эти две. Вот тут в подвале есть место, где спрятаться. Если что, человек придет, его можно будет просто заколоть. Если пошуметь. Да, придется потратить полночи для разгребания вот этого говна всего. К сожалению, знал бы... Ну, как бы, знал бы, что это эта локация. Взял бы, наверное, лопату. Ну, что поделать. Зато сюда можно будет прийти дважды. Ну, смотрите, если здесь мужик, который охраняет родителей старых, мы можем убить мужика, мы, конечно, получим очень хороший лут. Но тогда у нас персонажи будут опечалены, как минимум. Я просто боюсь, чтобы они не были в депрессии. Тут, если совершаешь такие вещи, то они прям очень плохо на это реагируют. Так, мы потратили сколько? Три часа на разгребание. Да, полночи у нас уйдет. Два источника звука я слышу. Ну, вижу, по крайней мере, здесь и здесь. Хорошо, что они на разных этажах. Хорошо, что они не стоят рядом друг с другом и всякое такое. По идее, обзавестись оружием было бы неплохо, потому что... Ну, потому что оружие всегда хорошо. С другой стороны, если я не раздобуду, не заапгрейжу печку, или не поставлю хотя бы еще одну, то они у меня чисто сдохнут от болезней. Ну, что спать в плюс пять, оно такое себе. Она уже слегка заболела, потому что переутомление носится по холоду постоянно. Вообще, вот этот вот хардкорный режимчик, который я сейчас выбрал... Я сюда пошел, потому что я в него еще не играл, потому что здесь что-то новенькое. Но, честно говоря, это прям сходу... Сколько я не играл в эту игру? Не знаю, года два с половиной, три я ее не трогал. То есть, я ее хорошо помню по памяти, потому что я в нее одно время очень долго залипал, да и у нас много серий на канале есть. Но, по-моему, у нас не было ни разу такого, чтобы мы с зимы начинали, мне кажется. Зима приходила потом. Вот. Обычно у тебя более щадящий такой режим. Говорят, что вот сначала у тебя теплое время. Гребаный покер. Блин, это не... Это... Это солдат. Это солдат. Можно будет его вот тут вот убить и забрать. Если он сюда пойдет, блин, мне теперь тут стоять, ждать. Я бы привлек его внимание. Да, я его убью сейчас. Только надо тихо. Кто-то здесь был. Погоди. А, вот я дверь не закрыл. Только не зови остальных, пожалуйста. Блин, оно пошло звать остальных. Вот же ты, животное. Расслабь, чувак, если прав, мы с ним разберемся. Он обоих с собой позвал. У меня время заканчивается. Вот в чем прикол. Иди сюда. Тварь, у меня время заканчивается. Ах, ты ж скотина. У меня два часа всего лишь осталось. Мне надо хоть кого-то прихватить. Если они сейчас вдвоем тут будут... Ох, блин, это будет фигово. А, есть все и со сраной дверь. Я забыл, что дверь надо закрывать. Валим. Потратили ночь в никуда практически. Да, я там взял какую-то фигню, но... За чертовой дверь. Вот это обидно сейчас было. Вот это сейчас было просто обидно. Да, следующая ночь будет более результативно. Но вот сейчас-то надо как-то пережить. Чуть-чуть дерево. В смысле с ним разговаривать очень голодна, слегка больна, устала. Ну, то, что ты устал, это, конечно, здорово. Так, мужик, вставай. Хаваем. Лекарства я на девчонку кину. Я ее сейчас покормлю. Дам ей таблетки. Надеюсь, они не просрочены. И уложу ее спать на целый день. Так, 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 так. Все, пошла. Ты. Мы добыли парочку древесины. Хорошо. У нас там на нож ушло практически все. Теперь у нас... А, у нас теперь не хватает еще и деталей для оружия. Три. Но я вроде где-то видел, можно было у детка взять. Это мы сможем где-то достать. Нужно, кстати, вот такое сделать. Некоторую защиту от пули ножей. Нет. Нет. Ножовка нет. Отмычка? Нет, отмычка тоже нет. О, погоди. Ну-ка, давай поговорим. Давай нам поговорить. Я не против. Да, открой дверь, пожалуйста. Рот тебя видеть, можем поговорить? Да, можем. Давай. Привет, рада, что вам лучше. Э, а поговорить можно, пожалуйста? А, это нужно именно Аней? Вот же ты, конечно... Беги, пожалуйста. Да беги, пожалуйста. Привет, Аней. Ты обдумал предложение? Да, но Рубин был еще более, я была не готова. Смотри, ситуация ухудшается с каждым днем. Армия целится в памятнике культуры. Они хотят сломить наш дух и стереть нашу культуру. И что я могла сделать? Я всего лишь одиночка, пытающаяся выжить. Вы должны делать все возможное. Уверен, твой дедушка согласился бы со мной. И, пожалуй, дедушка хотел бы, чтобы я была в безопасности. Кстати, да, тебе не опасно быть здесь одной, и мое предложение все еще в силе. Забирай сколько сможешь и присоединяйся ко мне в музее. А, но-то, да, минутку. А почему... Как сегодня дела? Моя рана болит сильная. Когда я выбирался из синагоги, меня занятил солдат и открыл огонь. Надеюсь, ты скоро поправишься. Как ты здесь оказался? Сначала я пытался добраться до института, но войны меня опередили. Убивали моих соплеменников и уничтожали наше наследие. Я бежал, истекая кровью, замерзая под метелью. Я плутал в лесу. Ты заблудился? Понятия не имел, где, но я знал, что смерть близко. Следующее, что я помню, это кровать и как ты ухаживаешь за мной. Спасибо. Ты меньше что могла сделать. Теперь отдохни. Да фиг ли ты, отдохни-то, а? Ну, елки-палки. Милена опять была здесь. Она наставит, чтобы мы переехали в музей, помогали ей беречь наследие и поговорили на решать. Аня, ну, боюсь, это наш лучший шанс на спасение. Так, Милена в который раз пришла напомнить мне о своем предложении. Вот раз она была очень настойчива. Кажется, экспонаты в ее музее для нее важнее всего на свете. Мое положение становится все сложнее. Возможно, приискни и моя последняя надежда. А я бы все-таки сходил бы на одну ночь еще к этим ребятам. У меня топливо-то есть вообще? Интересно. А, ты у нас курильщик все-таки, да? Нет топлива. Пойдем попробуем склепать что-нибудь. Вроде как немножко потеплело. Ну, потому что мы тогда закидывали, максимальная топка была на сколько? На 5. Ну-ка, давайте посмотрим. Мы можем... Ник у нас нет, конечно. Давайте вот из двух дерева сделаем топливо немножечко. Я все равно пока что без деталей оружия не могу сделать себе топор. Ну, раз я распотрошу ту локацию с тремя солдатами, на самом деле будет сложно, потому что их там три. Мне нужно будет как-то одного попробовать выцепить. Ну, который на втором этаже, который пониже. Он патрулирует, и его можно будет выцепить. А, так. 5-6. Отлично. Завершаем день на 8 градусах, что, в принципе, неплохо. Идем еще раз сюда. Ты спи. А ты добывать приготовиться. Пойдем убивать. В этот раз надо аккуратненько. А он меня спалил пооткрытый, черт побери. Извините, что? Они не ресетнулись с прошлой локации? Офигеть. Вот это я мог сейчас попасть. Круто. Он прям передо мной, и... Ну, игра, спасибо. Ну, игра, спасибо, подставила. Так, нож. Вот он идет. Он же идет, или нет? Они идут все. Нет, не все. Я мог этого убивать. Ничего бы не сталось. Твари. Ладно, 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 подождем немножечко. Опасно. Ну, просто их тут реально трое. И у меня шанс только из засады напасть. Я не смогу их убить всех. У них оружие как-никак. Моя шанс на то, что вот этот чувак патрулирует. Но мне нужно, чтобы остальные свалили, чтобы я точно знал, что за ним никто не зайдет. Так, этот ушел наверх. Этот идет сюда. Наверное. Я надеюсь. Я не знаю, где третий. Вот это меня напрягает. Он ушел сюда. Я теперь не знаю, где он. Не иди сюда. Ты наверх пойдешь? Если пойдешь наверх, тогда я тут спокойно полутаюсь. Другой пришел. Он сейчас увидит труп. Я его убью? Он не увидел труп? Ну, блин. Опять пол ночи в никуда просрано. Блин. Ну, ребят. Ну, нельзя так. Так. я хоть что-то соберу о материалы пока он нашел труп внизу не нашел смысле тебе настолько пофиг при новой афинели мне 5 время заканчивается я бы чувака наверху уже убил бы давно там он есть место смысле там есть а это окно просто фух я думал там есть четвертый не иди вниз два пистолета патроны у меня час остался мне надо хотя бы второго утонуть последний это не проблема сюда можно будет потом прийти с ножом и дробаш отлично я 3 сейчас уже не успею убить наверное не успел ладно по крайней мере она вернется с лутами там остался последний блин у меня там был буквально пол шансика такие накинуться на него ладно по крайней мере у меня есть оружие у меня есть патроны во первых можно будет продать у торговца во вторых явно заболел ему необходимо лекарство болен ага болен блин на иди сожри эти таблетки так мы ждем пока она вернется давайте пока что растопочку сделаем из материалов мы все равно материал этом под собрали сделаем 4 наверное 1 2 3 4 а все как раз так давай делать это плена это очень дорого обходится не нужно будет точно подождать пока она вернется потому что нужно будет и уложить спать и она же принесет и материалы и все и оружие что-то они такие спокойные виде трупы друг друга и все нормально хотя вроде в одной party на интердаме иду на поправку да 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 чувак так и есть нам бы мяско достать ну хорошо мяско мы допустим достанем я думаю что нам нужно будет переехать другое убежище явно заболел погодите новая ачивка первая кровь это типа а вот она и вернулась потому что я убил людей голодна устала но уже не больна то есть лекарства помогли супер наши вещи до 2 пистолета дроба h29 пуль красиво красиво так тогда мы закидываем топлива завершаем день на 8 градусах что неплохо переезжаем сюда сменить убежище уверен хотите сейчас переехать вы не сможете вернуться минуточка я в смысле все потеряю рюкзак а почему пистолеты занимают 2 идите нафиг так это я выложу капельку воды из нее дропаш разбитую каску наверное нет я возьму с собой нож и вместо двух деталек я возьму свои патроны почему под минуточку тут они стакаются там идите в задницу почему мне придется оставлять мои вещи то есть мне нужно было переезжать реально раньше когда у меня было меньше вещей 9 патронов ставлю на самом деле патроны это не критично они больше важны для обороны дома да я к тому же все равно еще раз одну растопку не на растопку я возьму дерево растопка это очень важно еду возьму все все это придется брать это типа два еще взять но принципе ладно терпим у нас получается 8 до сменить убежище хорошо мы на всю ночь потратим опять час будут очень голодны до записочка в дневник ачивка была музей музей прям здоровый а почему не будет шанса вернуться я просто немножечко напугала вот эта фишка что не будет шанса потом переехать я такой ну это же интересно еще ни разу в этой игре не менял убежище офигеть эта штука здоровая скажите что тут тепло что тут есть дерево что можно согреться ну то есть ребят серьезно и так под непрестанным градом из бомб падающих на сожженный город они и рубин они с рубином сумели добраться до музея погоре на петля между воронками и взрывами укрытия и укрываясь по пути в разрушенных домах они смогли перенести место коллекцию они самое необходимое когда услышали свист нового снаряда покинуть дом было непросто но они рассудили что за эти что это их единственный шанс выжить новом пристанище и ждут новые испытания или на которая уговорила их на переезд делать все возможное чтобы спасти привезенное искусство произведение искусства собранные в музее она живет прямо там с зораном близким другом и бывшим сторожем который теперь помогает и 8 конечно лишние руки им не помешают мне еще ли два лишних рта добавили а я как я рад что передумала трудно наверное было бросить дом да даже перебираться пробираться через погорин с коллекцией было не так трудно я до сих пор не уверена что приняла верное решение поверь мне здесь намного безопаснее ты можешь помочь городу вижу вы принесли с собой вещи мы взяли все что вместилось тележку но толкать ее по снегу было очень тяжело главное что главное что вы смогли что вы смогли теперь мы начнем работу оставьте пока вещи здесь и идемте со мной я покажу чем тут зачем мы тут занимаемся мы тут выживаем я не знаю чем вы занимаетесь а мне типа нормально первым делом покажу тебе самое важное помещение здания склад это наше главное хранилище раньше сдержали документы и архивы теперь мы пытаемся бороться здесь собрать здесь самые важные редкие экспонаты очень впечатляет этих бумага десятки лет истории главный экспонат сможешь потом посмотреть в каталоге идем дальше мне еще много нужно тебе показать а можно ей играть буду мне честно говоря нет это интересно да но теперь идем в мой кабинет тебе еще много нужно увидеть а ты кто ты наверное сторож вот этот который то что здесь делаю делать несмотря на войну просто потрясающе офиш офиш и так что ты хочешь от меня это мой кабинет заходи когда хочешь обычно я здесь если конечно не ушла куда-нибудь а здесь список наших текущих задач я почему бегать здесь не могу мужчина которого мы видели по пути это зоран наш сторож да 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 у нас много работы пойдем наверх я не хочу зораном играть сейчас привет я зоран ручка раз что теперь с нами честно говоря это было непростое решение надеюсь мы сможем как-то помочь конечно сможете работа полно и мы разбираем экспонаты документы спасаем все что можем мы вдвоем вы вдвоем все делаете да вдвоем и а милена часто уходит она ходит по всему по городу пытаясь спасти столько искусства сколько сможет звучит очень рискованно еще бы но надо знать милену она все отдаст чтобы защитить наше наследие даже жизнь такая жена есть ведь когда ближе познакомитесь иногда может показаться заносчивой если ослеплена своей миссией она хорош человек и пытается делать доброе дело мне она не нравится они пожалуйста мне мы не можем ходить весь день ты бы это закрыла хлебальник весь день ходить и не может это крыло сильно пострадало от бомбежка нам нужно укрепить здание на не хватает ни людей не материалов выглядит не очень думаешь долго простоит недолго нужно укрепить колонны чтобы выиграть время мы должны собрать все экспонаты документы в этих комнатах а чтобы потом с этим предметами мы перенесем их главное хранилище пока не найдем решение получше идем дальше хочу еще кое-что показать ну почему же здесь бегать то нельзя это было бы настолько гораздо удобней музей это место для людей чтобы там не было покажу тебе центральное крыло я начинаю потихоньку сожалеть что я переехал сюда представляю как эти залы выглядели раньше толпы посетителей в этой части музея наши выставочные залы точнее то что от них осталось часто экспонаты все еще выставляют остальные лежат в коробках не сомневаюсь что тебе знакома вот эта картина конечно битва при пьявочном болоте напоминание великой победе все вышенцы знают историю этого полотна да я привела тебя сюда чтобы показать как важно то чем мы занимаемся да картина очень дорогая многие хотели бы приобрать ее к рукам но для нашего народа она бесценна как и многие другие экспонаты музея наше наследие да это знаковое полотно и твоя семейная коллекция в равной степени цены они показывают кто мы есть прошу помни об этом теперь я тебя оставлю если возникнут вопросы ищи меня в кабинете наконец-то ты от меня отстанешь картина мне что-то напоминает кажется я уже где-то когда-то здесь была это вообще-то музей в твоем городе нет очень странно что она на него смотрит как на что-то новое она тут была с дедушкой наверное да ну что они тебе нравится наша экскурсия да деда конечно музей такой большой как 10 наших домов на дедка точно скажи ко мне чтобы что думаешь об этой картине мне очень нравится на ней рыцари и кони из кони айленда а ты знаешь кто эти рыцари вышинцы да наша бравая кавалерия в знаменитой битве при приявочном болоте доблестная страница нашей истории времена когда мы были свободный свободными гордым народом знаешь дедушка я думаю когда вырасту я хочу быть рыцарем вот так так но если я стану рыцарем то смогу бороться за выше не рубить врагов мечом но мы двоих зарубили ножом да милая конечно но понимаешь чтобы бороться не обязательно нужен меч можно побеждать и с кисточкой в руках я бы сказал с пером потому что словами можно сделать гораздо больше чем ох ты ж блин то мне теперь четыре человека чтоб тебя а я сомневалась дать и пережить но теперь когда мы успешно перебрались мы здесь со всеми вещами и стало спокойно нам предстоит много работы но я рад что спасение из погон спасенность погрома реликвии будет блин честно говоря этим так в глаза тычут вот 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 смотрите смотрите это цене жизни хорошо что кто-то сможет разделить наш с миленой обязанности милен часто приходится уходить в город и значите работа становится на мне я не жалуюсь на помощь от новых людей дает мне надежду на успех в нашей миссии курильщик трезвенник я никогда не мечтал работать в музее но здесь было спокойно зарплаты хватало на жизнь ну понятно а за милена у нас нет то есть получается у нас один лишь человек ну в принципе хорошо просит родной дом перехать на новое место было непросто но теперь когда я здесь вижу насколько важно то что делает милена они с зораном делают огромную работу чтобы спасти достижение прошлого поколения будущего будут изо всех сил стараться им помочь тут пять градусов а ну тут можно лутануть немножко ладно пойдем там завалы можно разбирать надо укреплять эти о взять все у нас куча работы я пока не вижу что у нас тут есть он у нас там лекарства и у нас тут еда есть хорошо у меня нет дерево вы что издеваетесь так хроника кассиадора положить в коробку спасти блин ты все так долго дружище давай лутаемся нам сейчас лутануться гораздо важнее чем что-то спасать потому что иначе мы просто замерзнем к черту так секундочку ребят но она там типа занята да то есть пока она будет что-то спасать мы будем что-то лутать жалко что тут нет такого типа датчика что вот все персонаж освободился было бы неплохо болен под лекарствами взять все о детали оружия хорошо это важно тут прям жевать не переживать ребят зоран дружище идешь тоже спасать давай все улыбаемся и пашин ты еще не спасла так документы положить в коробку спасти давай поехали ты взять все отмычка супер так дружище нет ты иди сюда зоран спасатель у вас тут просто горищи припасов а вон вижу какой-то верстак тут прям нужно как ты туда попадешь а через вот это ну давай вот так не тогда вот у сначала вот они дружище копаем блин елки-палки дурака кусок попросил говорю на разбирай подошел стоит руки греет там ты еще не спас давай дальше кровати у меня же естественно ни черта нету да так положить в коробку с почему я не ж мог туда еще четко ну ладно про тупил про тупил про тупил на дает давай вскрываем дальше если он там обвалится блин а че я сделаю если она поле ничего не сделаю если она полица тут тут конечно сейчас да много чего появилось что можно поделать здесь все мы хоть немножко припасов сейчас там там можно документы какие-то полистать да 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 хорошо дерево появилось так взором ты все ты молодец давай сюда на дуде игрец вот тут лутаемся а это дура тут ходит да а это кровать я понял извиняюсь кровать не трожь иди сюда взять все а так оружейный верстак пожалуйста разместить так ты тут утонулась да уже хорошо давай тогда вот сюда к предметам искусства ты уже разгреб давай дальше вообще не самостоятельно и положить в коробку положить в коробку спасти давай спасай спасатели вперед кровать у нас только одна это печально конечно нам нужно будет еще но как бы стойте а у вас чтобы игре а нет есть обогреватель делать вот тут еще можно лутануть неплохо ты разгребаешь ты спасла давай давайте ребят шевелитесь времени мало нужно будет в топку подкинуть это кто-то на полу будет спать сегодня уж смотрите такое дело топор да пожалуйста так пошла давай разгребай скорее и взять все конечно и давай тут еще лутаним все у нас осталось буквально пару часов давайте речь и ребят взять все пошла сюда так к топливу мы можем улучшить нас хватает не хватает дерева не хватает чуть-чуть в принципе ладно термостат термостат ну это тоже понятно ну у нас нету дерева ну в смысле растопки уж извините ребят ничего не понял два раза с ним поговорить надо блин тоже не успеешь полчаса осталось вот они вот тут там еще один завал но мы его разберем 22 материалов отлично так завершаем день на 5 градусах черт с ним в заброшенный дом ты у нас блин у нее 11 ты будешь спать в кровати ты будешь просто спать ты пойдешь добывать потому что ты не устала приготовиться я возьму с собой наверное еще раз ножик потому что там у нас остался последний дурень ну и давай ломик ладно давай заброшенный дом опасность да пойдем там остался последний чувак которого надо добить и там можно будет хорошенько лутануться еще раз и там он сейчас тут будет идти я его перережу он тут частенько ходит я тогда это еще заметил об все так здесь нужно будет ножовка здесь нужно а это уже не украсть для раз людей не а у него тоже нож был только понятно у него даже не стрелковое оружие забираем все просто до черта хавчика и всякого такого но мне нужно дерево честно говоря если сейчас найду дерево я бы наверное что-то выбросил драгоценности на давайте нужно понять что здесь тут ножовка и там много всего интересного нашовка я сделаю мне по идее он устакается хорошо да вот тут нужен ломик ну или отмычка если я возьму отмычку мы просто тогда слот сэкономим себя на еще посмотрю сколько тут надо будет открывать вот раз табак детали табак детали это все стакнется в следующий раз хорошо давайте на этом этаже глянем что можно а стой 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 вот эта дверь она ее ломать надо или она открыта это нормально секунду показалось закрытая дверь и там просто обозначается статус насколько она закрыта или открытая я понял тут лута больше никакого нету в общем сюда без ножовки идти бессмысленно потому что тут уже все залута на то можно еще взять табаки всякую мелочь нужно сделать ножовку а с топором сюда кстати еще можно прийти хочу ли оставить 10 воды ради двух дерева да наверное хочу все бежим к выходу принципе я понял сюда можно взять ножовку и отмычку потому что они сломаются и той другой после первого использования и тогда тогда будет неплохо тут у меня в принципе люди вооружены тут все хорошо музей по городу нашла много классных вещей какая ночь явно заболел не уходим лекарств так я все уже давал лекарства меня понимает тут холодно по крайней мере мы еду и воду раздобыли растопку мы сейчас тут с топором поносимся немножечко старых шкафов порубим но ребятушки давайте тогда на этом заканчивать продолжим тогда уже следующей серии пока что спасибо что были с нами всем удачи добра поправа всем молодушек всем покеда ну